Плохо, конечно, потому что раньше я добирался без пересадок, сразу одним маршрутом доехал и все, уже на месте, на работе. А если введут пересадочную станцию и дальше будут на местном транспорте, то это будут задержки, это будет дольше по времени, это будет дополнительная очередь. Здесь я сел, наконец-то, и доехал, а там, получается, я доехал и в общем скопе людей, где большая будет такая толкучка, надо будет еще раз садиться куда-то, что-то как-то доезжать. Здесь трамвай, ну, да, может быть выход, но, допустим, у меня работа на 7-й гвардейской, у меня трамвай не в одну сторону, которая у ТРЦ, да, не на площади Ленина, не особо удобно. Я негативно к этому отношусь, мне бы лучше, чтобы оставить маршрут. Ездим в Волгоград, нам нужна эта маршрутка, просто крайне необходима, и мы не знаем, что мы будем потом делать. Иногда в кардиоцентр надо ездить, иногда в советский район, ну, мы там доезжаем до родственников, то есть мы без, вообще без 260, очень будет нам тяжело. О народе не заботятся. Это вот до кардиоцентра, допустим, с двумя пересадками. Как так? И откуда, куда. Это с маршрутки пересесть на автобус и в центре еще раз на автобус, чтобы добраться до кардиоцентра, либо до Волгу. Больше нейтрально, так как, в принципе, мне ехать через пересадку можно. Я могу выйти на Громши и сесть на 95-й автобус. Он будет полупустой. Я не вижу здесь ничего плохого и, в принципе, ничего хорошего. Они постоянно что-то меняют. Я уверена, что через какое-то время вернутся обратно все. Ну, Волгоград избавляется от маршруток, наверное. Вот и все, в чем причина. Автобусы 123-й же они, правда, не убирают. Автобус будет ходить. Только маршрутки убирают. Ну, конечно, плохо. Это очень неудобно. Ты будешь больше тратить? И времени занимает больше, и по деньгам тоже. Больше времени будет требоваться для поездки до ВУЗа. Ну, и в целом пересадки неудобно и дороже, как я понимаю, будет с пересадкой. Так что негативно скорее. К первой паре там к семье прихожу, так что думаю, еще придется раньше приходить. И как же добираться? На электричке, что ли? А почему ее убирают? Что делать? Отсвязательно. Почему? Ну, потому что вот мне надо в онкологию ехать на 159-м. А пересадки, как, каким образом туда ехать, это за несколько часов заранее туда ехать, это не есть хорошо. И я не понимаю, с какой целью это происходит изменение. Это дурдом будет полный. Людей ведь очень много ездит. Маршрутки битком, люди на работу ездят. И что, отменят, и что люди будут делать? Это я не знаю, что будет. Говорят, все для людей, а но делают наоборот. Это не там выйдут на трактор, а там им потом тоже, чтобы все, знаете, какая будет проблема. Продолжение следует...